Видит Бог, я не хотел этого делать. И сейчас мы проверим, насколько они могут защитить ваш смартфон или планшет от падения на асфальт, на котором я сейчас стою. Итак, первой на очереди у нас будет вот этот вот злосчастный айфон. И сейчас ему хорошенечко достанется, поверьте мне. Дроп-тест мы будем проводить в три этапа. То есть мы его сначала бросим с небольшой высоты, примерно колено. Затем от пояса. И уже в третий раз мы его бросим прямо-таки вот с расстояния вот примерно такого. Я не знаю, метра два тут точно будет. Итак, первый тест у нас будет бросок с уровня колена. Невысоко, конечно, и понятное дело, что вряд ли с телефоном что-то случится. Но все же давайте пробовать. Как, в общем-то, и ожидалось, телефон остается полностью функциональным, да и неудивительным. Давайте теперь бросим его с уровня пояса. Ух, как шлепнулся, а! И, да, не на чехле, не, естественно, не на самом телефоне. Он, разве что, перезагружается вот от напряга, наверное. Переволновался у нас телефон, но все равно он остается целиком полностью функциональным. Теперь же мы перейдем к, наверное, самой сложной части нашего дроп-теста и кинем его с высоты примерно двух метров. iPhone 5, чехол G-Form и посмотрим, насколько он выдержит это падение. Ух, не нравится мне этот звук. Но нет, на дисплее телефона совершенно никаких царапин и повреждений нет. Разве что чехол действительно немножечко поцарапался, но это и понятно. Все-таки смартфон падает на асфальт, и поэтому царапины неизбежны. Но в любом случае он защитил смартфон, и поэтому давайте попробуем сломать iPad. Теперь же мы переходим к дроп-тесту iPad вот в таком чехле от той же фирмы G-Form. Давайте с самого начала удостоверимся, что iPad у нас целиком полностью рабочий. К сожалению, на солнце это не очень хорошо видно, но можете поверить мне, на нас. Мы его помещаем вот в эту сумочку, которая, так же, как и предыдущий чехол, может поглотить аж до 94% ударом. И, как всегда, давайте бросим его сначала с уровня колена, затем с уровня пояса, и потом прямо над головой его поднимем и тоже уроним. И первый бросок у нас с уровня колена, поэтому давайте приступим. Ну, в общем-то, не так уж это и высоко было, поэтому я думаю, что с iPad может случиться что-то страшное, он в целом не вредим. Поэтому давайте сразу же переходить к броску с уровня пояса. Обожаю свою работу. Все нормально, все так же прекрасно работает. Давайте я сейчас попробую сделать яркость повыше, чтобы вы смогли в этом наглядно убедиться. Все функционально, все прекрасно работает. Сейчас же мы перейдем к наиболее страшной части этого драфтеста и уроним его с высоты двух метров. И затем, кстати, давайте покидаем на него еще кирпичи и посмотрим, если все будет нормально, насколько действительно такой чехол может защитить наш iPad. Ох, три, четыре. Ух, на всю округу было слышно звук удара и... 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 Есть такое ощущение, что с iPad все так же в порядке. Как вы видите, надеюсь, что вам все-таки видно, что на экране ни единой царапинки, ни единой трещинки. Это значит, что в таком чехле действительно можно кидать iPad об асфальт, его можно брать в любые походы и делать с ним всякие страшные вещи. Кстати, насчет страшных вещей, именно этим мы сейчас и продолжим заниматься. Для следующего опыта нам понадобится здоровенный булыжник, чехол G-Form и iPad, который лежит в этом чехле. Давайте сделаем даже таким образом. iPad мы положим экраном вверх. То есть вот таким вот образом, чтобы вы видели. Или я кладу, застегиваю и кладу чехольчик с iPad на асфальт. И сейчас давайте попробуем... Ух, тяжеленный все-таки этот булыжник. Давайте попробуем опустить этот булыжник на чехол G-Form с iPad внутри. Ох, это было больно. Кирпич упал на угол. Точнее задел, наверное, примерно вот эту часть экрана и рамку. И совершенно никаких царапин, никаких повреждений на iPad я не вижу. Поэтому я предлагаю сейчас положить все обратно, застегнуть и кинуть этот самый булыжник с чуть более высокого расстояния. И завершающим тестом у нас будет бросок этого самого булыжника. Наверное, килограммов 5-6 он весит точно не меньше. А с высоты, ну, сколько, наверное, метр здесь точно будет. Поэтому давайте посмотрим. iPad все так же лежит экраном вверх. Ну, поехали. Ну, давайте проверять. Есть у меня недобрые подозрения, что после такого падения экран iPad все-таки мог разбиться. Но нет, никаких повреждений я на нем все так же не вижу. Как видите, iPad целеханек. Это здорово. Значит, действительно, чехлы могут защитить наши любимые девайсы от даже таких вот экстремальных нагрузок. Итак, чехлы мы с вами хорошенько побросали и убедились, что действительно с ними iPhone и iPad бояться нечего. Чехлы на самом деле хорошо поглощают удары, и электроника остается в целости и сохранности. Теперь давайте повнимательнее посмотрим на сами чехлы G-Form. Во-первых, начнем с того, для каких девайсов Apple они подойдут. В арсенале компании есть защита для стеклянных iPhone 4 и 4s, iPhone 5 и iPad. Причем для iPad есть несколько видов чехлов. Нам удалось раздобыть сумку на молнии, в которую помещается iPad, и нечто на манер смарт-кавер, только обвешанное броней. Не иначе как без вопросов выдержит попадание противотанкового снаряда. Да, конечно, внешний вид очень брутален, но нужно понимать, что эти чехлы, ну, не совсем для повседневного использования. Они достаточно громоздкие, и это факт. Зато ими можно проломить стену. Что же делает чехлы G-Form такими прочными? Компания разработала уйму разных технологий, благодаря которым удар, получаемый устройством в чехле, гасится на 94%. Вдумайтесь только в эту цифру, 94%, это ж почти 100%. Именно поэтому iPhone и iPad ничего не грозит. Можно ронять его, как вам вздумается. Да что уж говорить, смартфон в чехле G-Form запросто выдерживает удар хоккейной клюшкой, и ничего ему от этого не становится. Согласитесь, неплохо. Поэтому, если вы планируете зимой сэкономить на шайбе, то можно без вопросов играть в хоккей айфоном. Также G-Form окажется полезен вообще всем, кто любит активно отдыхать со своим iPhone или iPad, и кому надоело каждую неделю покупать новый телефон. Чехлы G-Form нам удалось раздобыть в магазине HiPhone.ru, за что ребятам огромная благодарность. А на этом все. Подписывайтесь на новые видео, ставьте большие пальцы вверх. Пока-пока. Стас, а дай мне телефон, пожалуйста. Он опять упал. Субтитры сделал DimaTorzok